Грибная опасность. По данным Минздрава, в стране участились случаи отравления грибами. Только за последний месяц в Одесской области пострадали 4 человека. К счастью, остались живы. Все они собирали грибы сами в лесопосадках. Как уберечь себя и правильно выбрать грибы, узнавала Екатерина Лапицкая. Сергей совсем недавно увлекся сбором грибов. Внимательно рассматривает любую находку, изучая особенности и отличия. Говорит, занятие очень увлекательное. Каждый гриб – настоящее открытие. Один нашел, очень похоже на шампиньон. Вот я его разрезал, но явно это не шампиньон. Опыта у меня, конечно, в собирании грибов немного. Главное – найти грибника, чтобы оценил улов. На 411 батарее опытных искателей много. Александра Васильевна уже почти 50 лет собирает их здесь во время прогулок. Сегодня улов небогатый. Это сыроежечка. Ну, она подкушена немножко, потому что солнце. Пойдут дожди, будет очень много грибов. 10 дней назад люди собирали сумками огромными. По 10-20 килограмм. Так что ждите осень и дожди. В сентябре ждем, надеемся. Говорит, подозрительные грибы нужно пробовать. В прямом смысле слова. Берете маленький кусочек гриба на язык. Горечь, печенье – это вредный гриб. Но и это не залог успеха. Грибы нужно знать, иначе легко попасть на ложные. У опенка ободок, как у шампиньона. Когда шампиньон, видели, закрыт, он открывается, здесь ободок, здесь его нет. И он более такой, видите, жесткий какой, зеленый. А опенок белый внутри. Вот это ложные грибы. Одесситам в поисках грибного разнообразия придется проехать 200 километров. В Савранский лес. Чуть ближе – в Раздельнянском, Беляевском и Овидеупольском районах. Но там и выбор поменьше. Да и отравиться больше перспектив. И не только по ошибке. Метаболизм гриба способствует накоплению, как раз всасыванию, накоплению в теле гриба различных токсических элементов. В том числе и радиоактивных. Для Одесской области это не так характерно. А вот токсические элементы – это бывает довольно-таки часто. В последнее время особенно. У нас были случаи, когда грибы стопроцентно были съедобны. Но в них выявлялись, например, соли тяжелых металлов. Чистая поляна и красивый гриб – еще не залог безопасности. Так что на рынках нужно внимательно проверять документы у продавцов. На лесные грибы их обычно нет, а значит нет и гарантии. По словам врачей, опаснее всего покупать грибной ассорти. Люди должны понимать, что грибы в смеси – это покупать крайне опасно. То есть это запрещено, такая продажа на рынке грибов. И обязательно, я говорю, должно быть заключение экспертизы. А вот маринованные, консервированные, сушеные грибы – они запрещены в принципе. То есть покупать их нельзя. Детям грибы лучше вообще не есть. Врачи часто сталкиваются с отравлением съедобными разновидностями. Грибы дают у детей раздражение желудочно-кишечного тракта. Если ребенок кушает много даже съедобных грибов, то у ребенка может развиться рвота, боли в животе, расстройства, стула. Даже при употреблении пищи съедобных грибов. Это одна из самых легких форм отравления, которые благополучно поддаются лечению. Сложнее обстоят дела с отравлением бледной поганкой. Молодой гриб похож на шампиньон и часто растет под ним. Достаточно маленького кусочка, чтобы получить отравление. Самое страшное, опасное для жизни – это отравление бледной поганкой. Бледная поганка, к сожалению, при даже современных условиях оказания медицинской помощи, летальность достаточно большая, до 90% случаев. С первой симптомы появляются где-то через 6-8 часов после употребления пищи грибов. Медики советуют покупать свежие готовые грибы только в магазинах. Нужно внимательно проверить дату, место упаковки и информацию о производителе. В Украине количество отравлений грибами из года в год колеблется в пределах от 1 до 2 тысяч человек. С начала года в разных регионах страны зарегистрировали 97 случаев отравлений грибами. Пострадали 148 человек. 17 из них медики не сумели спасти. В Одесской области только за последний месяц грибами отравились 4 человека. К счастью, все остались живы. Если все же решились собрать самостоятельно, лучше делать это под присмотром опытного грибника. И места подскажет, и шляпки не даст перепутать.